Всем привет! Это Таня Матанья на канале Позитивная идея. Вот смотрите мой новый утюг. Я его себе купила. Практически это подарок на Новый год и обзор неизбежен. Хотя не очень я хотела, но есть вещи, которые я бы хотела все-таки рассказать про этот утюг. В чем моя ситуация? Я уже несколько видео, по-моему, про все утюги делала, поэтому долго не буду рассказывать. Ссылочку оставлю внизу в описании, какой у меня был предыдущий утюг. Он меня, в принципе, устраивал. И когда я покупала этот, главный недостаток того утюга, я учла. Потому что, видите, здесь видно уровень жидкости, когда наливаешь, а в том не было видно. Остальные здесь достаточно простые характеристики. То есть вот я хотела, чтобы отпаривание было, чтобы рычажок был удобный. Видите, здесь достаточно удобный, хороший рычажок, чтобы сама очистка была. Вот она, видите? Вот ее можно включить, чтобы спереди было, потому что я уже рассказывала, что бывает вот здесь залив. Это очень неудобно. Регуляция самая простая, без всякой автоматики, потому что автоматика быстро ломается. Автоматическое отключение. И вот это вот, из-за чего я, в принципе, все и рассказываю. Вот это, значит, режим. И подошва. Значит, с прошлым утюгом у меня что было в подошве? Значит, я люблю, чтобы подошва была зауженная. Чтобы на подошве были тоже отпариватели. Я больше люблю, когда наверху. Но все-таки я не нашла такие. Ну, чтобы вот максимально можно было вот здесь вот тоже отпарить. Ну, видите, такая вот высота. Подошва хорошая. И вот поменяла я утюг. То есть, тот утюг еще работал. Но я его испортила. Испортила ему подошву. Почему? Что? Видео оставлю. И посмотрите на дату того видео, сколько я мучилась, чтобы все-таки решиться другой купить. Я его все время чистила, чистила. И мне просто надоело чистить. Купила я этот утюг практически случайно. Не смотрела обзоры. Просто пришла в магазин и говорю, давайте мне... У меня сегодня один день на покупку утюгов. Выбирала из того, что есть. Гладит он хорошо. Единственное, что мне непривычно. Значит, у меня в прошлом... Ну, это просто вопрос привычки. Вот здесь была, вот видите, зюзечка. И я в первый раз не помогла. Я не поняла в первый раз. Я поставила троечку вот сюда. Думаю, что он у меня не гладит? Сломанный, что ли? А оказывается, вот здесь вот зюзечка. Вот она. Видите? И то есть привыкнуть, что есть максимум, что есть минимум, для меня это было, значит, вот выверни мозг. Вот. Но благодаря этому как раз вот сейчас мы и проверим. То есть он был не включен сейчас на пар. И вот мы сейчас проверим капельный режим вот этот вот, да, вот антидроп. То есть это фактически когда капли не должны образовываться. Значит, теперь вот ставим... Сейчас наведу на единичку. На единичку. Включаем пар. На максимум. У нас не должно капать. Ну, я так понимаю антикапельный режим. Ага, вот. Вот смотрите. Потек он у меня. То есть вот я его выключила. Дала остудиться. Постоял он у меня чуть-чуть. Вот из него потекло. Замечательно, да? То есть приоставлено. Вот антиклея, вот эти вот антикапельный режим, он же должен как раз вот это предотвращать. Что если капля там куда-то попала, да, и она не успела в паре образоваться, должен перекрываться вот какие-то канальчики там внутри, чтобы парни это... Ну, вот сейчас буду убирать. То есть в принципе я, может быть я систему... Но у меня давно уже ни один утёк не тёк. У меня было с одним утюгом, когда он стал забиваться, течь. Вот, всё убрала я, значит, это. Вот, но при этом он, видите, как хорошо, то есть температура хорошая, он сразу убрал мне эту влагу. Вот такая вот мелкая неприятность. Когда я начала... То есть я залила. У меня при заливке был включён вот этот вот выключатель. Вот сейчас я наведу. Да? То есть если у вас стоял на единичке, выключен утюг, был включен отпариватель, вы переводите на режим, когда должен образовываться пар, там на двоечку, например. И вот начинает он вот так вот себя вести, течь. Прямо я, ну, сказала себе, фигня, всё это, всё фигня. Лишь бы не поджигал мне ничего, да? А так я им очень довольна. Он очень лёгок в руке, то есть я уже про какой-то утюг рассказывала, был слишком тяжёлый. Он был не сбалансирован, мне было тяжело. Он очень сбалансированный. У него... Сейчас я выключу, чтобы парни шёл. У него убирается провод, наматывается. Очень хорошо наматывается, очень хорошо продумывается, потому что в предыдущем я тоже мучилась с этим. То есть утюг, в принципе, сам по себе неплохой. Цена-качество очень хорошая. Всё выполнено хорошо, все кнопочки. Сейчас я ещё покажу разбрызгиватель. Вот. Видите, какой хороший разбрызгиватель. Очень хороший разбрызгиватель. Видите, сразу утюг всё, сразу заглаживает. Просто вот какая-то, я не знаю, почему мне так что ли везёт. Или все утюги такие, а я вот просто... Ну вот я говорю, у меня такая вот ситуация была только когда утюг забивался. Поэтому утюг хороший, без всяких излишеств, по цене тоже приемлемый. Присмотритесь к нему. Но вот имейте в виду, что когда вы выключаете, просто нужно всегда... Я поняла, что мне нужно взять привычку. Всегда выключать отпариватель. При этом рычаг очень хороший, потому что у меня был один тефалевский утюг, где вот эта часть была очень хлипкая и сломалась потом. Из-за этого пришлось менять утюг. Здесь очень она хорошая, крепенькая, вот эта вот пласт-спасопереключатель. Потому что, ну, хочется, знаете, оставить и сто раз не выключать. Но получается, что каждый раз, как закончил глажку, просто нужно выключить утюг. Тогда вот не будет вот этих вот капелек. Иначе, знаете, неприятно. Потому что, когда эти капли образуются, ты начинаешь их заглаживать, на светлом может получиться ореольчик такой желтенький. Вот что плохо от капель. Особенно если утюг начинает уже немножко загрязняться. Потом мне у него нравится очень широкий вот этот выход пара. То есть, мне кажется, туда, если будет необходимость чистить, можно будет залезть вот так вот почистить. Потому что, когда мелкие вот эти ячейки, сложнее туда залазить, прочищать. Вопрос у меня к этому утюгу. Это в комплекте не было вот такой леечки. Это от другого утюга. Ну, вы знаете, у меня, в принципе, их много от каждого утюга по лейке. Но вопрос в чём? Я всегда пользовалась родной, потому что размер вот этой вот ёмкости соответствует... Ну, то есть, когда он пустой, вы наливаете, и, как правило, ёмкость наливает до максимума. А если вы используете другую, то вам приходится вот это вот приноравливаться. Так что я не знаю. Я первый раз с таким столкнулась. Может, это у меня не комплект. Напишите, вы когда-нибудь сталкивались в последнее время, чтобы вот так стали экономить. Ну, я думаю, что это вообще цена... Ну, сейчас, видите, как экономит на всё утюг. Пар хороший даётся, равномерный. Сила удара, ну, всё это вы посмотрите в характеристиках, если будете уже онлайн покупать, что... Так... Что возможно. Все, конечно, характеристики, всё это вы можете уже прочитать. Так что я довольна. Я всегда довольна своим утюгом. И самое главное. Это, если вы увидите это видео через несколько лет, пишите мне, и я вам отвечу, как он в дальнейшем в эксплуатации. Потому что многие мои обзоры с утюгами, они становятся актуальными, когда люди смотрят, что год прошёл, а как у вас утюг. Ну, вот я вам на этот вопрос отвечу. Всё, всем пока. Это Таня Матаня. Всё, что я хотела. В принципе, я про этот утюг рассказала. Субтитры сделал DimaTorzok